Всем привет, друзья! Итак, сегодня я решил записать видос вот в такой вот сумрачной атмосфере ради эксперимента. Мне просто захотелось поставить такой тусклый свет и посмотреть, как оно получится. Зайдет ли, может быть, зайдет вам этот формат, может быть, не зайдет. Но посмотрим. А видео я решил записать абсолютно спонтанно. Что подтолкнуло меня на запись этого ролика, так это один из комментариев под моим сегодняшним видосом. Человек просто интересуется, как вообще в Германии мотоциклисты между собой, здороваются ли они между собой, а также как относятся к скутеристам. Так как я конченный скутерист, я вот сейчас хочу сказать вам свое мнение на этот счет. Между собой, естественно, мотоциклисты стараются здороваться. Это как бы принято, это обязательно, да. Что касается скутеристов, ну, мотоциклисты тут скутеристов игнорят. То есть, как бы, ну, несерьезно, не воспринимают серьезно. Как-то на днях, это было несколько дней назад, я поехал в магазин Louis, просто думаю, заеду посмотрю, что там да как. Подъезжаю я к парковке, там стоит много мотоциклов, там очередь на улице прям стоит. Ну, вот стоит очередь на улице, тут же мотоцикл, и я на своем скутере. Один-единственный чувак на скутере, подъезжая на эту парковку, и мне так вот, смотрю по сторонам, вот и вижу в глазах у людей, да, все-таки на блатных мотоциклах, там, в экипе, все. Типа они, ну, знаете, в глазах вот прям читаю. Чувак, что ты здесь делаешь? Ты вообще кто? И мне что-то как-то так вот немножко не по себе стало, как-то вот я почувствовал, что я вообще здесь, в этой тусовке, как бы не пришей пизде рукав, да, и что-то как-то, ну, я постоял в очередь немножко, что-то вяло двигается, думаю, не нафиг стоять, сейчас тут два часа, попиздил-ка я домой. Сел, да, и уехал, все. А потом подумал, вот просто стал размышлять, так ли это действительно, что вот прям мотоциклисты на тебя так смотрят. Я просто понял, что это, в принципе, не так. Это тупо сугубо мое, субъективное, да, вот мне просто так кажется, что вот они все на меня так смотрят. Может быть, у меня просто какой-то комплекс на эту тему, что я сам на скудере, да, и на самом-то деле всем похуй на меня, вот реально им всем на меня абсолютно насрать. И вот я сегодня буквально ездил в этот же самый Луис, поехал за шлемом, да, и я просто, я это уже осознал, да, и знаете что, вот ощущение было, вот внутреннее ощущение, когда я смотрел мотоциклистов, я, ну, даже здоровался с ними, так вот, ну, там на парковке, так, ну, кивком головы, так это, то есть вот, и все было абсолютно нормально, так что, ребята, это все, вот когда вы, допустим, едете на маленьком мотоцикле или что-то там, и вам кажется, что на вас там смотрят, это тупо субъективное мнение, все, в принципе, на вас похуй, да, это однозначно. Я вам купил сегодня охуительный шлемак, это Шой ГТР2, да, такой черного цвета, матовый. Кстати, вот он у меня есть, я вам сейчас его так, краем глазика покажу, если вам интересно будет, я вам, может быть, ну, опять же, напишите в комментариях, замучу какой-нибудь видос на эту тему, покажу его в деталях, хотя, если честно, хули его показывать, этих картинок, видосов на тему этого шлема, в принципе, вагон и маленькая тележка на ютубе, ну, если вам вдруг интересно будет, вы напишите в комментарии, я учту ваши, так сказать, пожелания. Шлемак вот такой вот охуительный, я прям в нем ехал обратно, после магазина сразу его одел, еду, значит, такой весь, блядь, блатной. И там был такой момент на дороге, что, ну, возле светофора, так, машины четыре стали, первым был, нет, второй был мотоциклист, такой чоппер, ну, и я такой на скутере встал, а справа была остановка, и как бы так, ну, место было широкое прям, я думаю, дай-ка я тут справа сейчас по этой полосе так объеду, и первым встану на светофоре, ну, место позволяло, все, я так, бац, подъехал, подрулил, то есть обогнал этого мотоциклиста, чеппериста, ну, и тот немножко, видимо, обиделся, его жаба, наверное, задушила, что я впереди него встал, он же все-таки такой блатной, волосатый, ну, да ладно, потом канал меня обогнал, что-то там крикнул, типа, блядь, ты, типа, до старости не доживешь, ну, типа, так ездить будешь, в принципе, я не поклонник нарушать какие-то правила, я за ПДД, считаю, ну, просто иногда бывают такие моменты, что, ну, прям вот, ну, ну, че бы не встать, да, ну, не наглее, как говорится, да, ну, вот, возникла ситуация такая, нет, в принципе, чувак был прав, я ему отвечать ничего не стал, просто поехал, так сказать, на своем дырчике к себе домой, кстати, под это дело, к этому шлему, я еще вот такую вот хуйню купил, охуительная вещь, вот такая штука, не знаю, видно вам будет, это сено, это говорильник, ну, поняли, да, чтобы там звонить по телефону и все такое, он интегрируется непосредственно в шлемак, так что снаружи, вот, видно только здесь две кнопочки слева, то есть он до того четко туда интегрируется, что его, в принципе, не видно, поэтому я сделаю отдельный видос, распаковку вот этого девайса, покажу вам, че там вообще есть и расскажу, сколько он, сука, стоит, а стоит он, сука, дорого, ну, мне показалось, что дорого, так вот, ну, и потом, когда я его установлю непосредственно в свой шлемак, я замучу какой-нибудь видос на эту тему, когда я покатаюсь с ним уже, так сказать, опробую, и, соответственно, запилю видос, расскажу вам о своих ощущениях, именно качество связи, качество звука, ну, и, в общем, все такое, в общем, вам расскажу, так что, вот как-то так, ребята, поэтому, ребята, если у вас еще какие-то будут там предложения по контенту, просьбы, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите свои комментарии, а также не забывайте подписаться на мой инстаграм-канал, это между делом, ну, мало ли, хуя знает, что там с каналом когда-нибудь случится, а инстаграм будет как бы подстраховывать, чтобы можно было как-то с вами связаться, ну, я имею в виду своих подписчиков и постоянных зрителей, я знаю, что меня даже смотрят те, кто на меня не подписан, это, конечно, очень обидно, но, в принципе, ребята, от вас подписаться-то, ну, не убудет, а это поможет, хотя бы, продвижение моего канала, чтобы его в предложках почаще людям показывали, кому будет плохо, если нас будет больше, ну, да ладно, ребята, это дело ваше, конечно, сами выбирайте, сами решайте, что вам смотреть, я ни в коем случае вас не заставляю, ну, а с вами был я, Вилли, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok